личностно-ориентированному подходу в образовании. И попросила бы сейчас в чате написать, все ли в порядке со связью, слышно ли меня, видно ли меня, может быть, есть какие-то помехи. В общем, отписаться о технической части нашего сегодняшнего мероприятия. Но я надеюсь, что все должно быть в порядке. Все хорошо слышно. Отлично, хорошо. Тогда мы начинаем. Итак, еще раз я рада приветствовать всех коллег сегодня на мероприятии, на вебинаре, который посвящен личностно-ориентированному подходу в преподавании китайского языка. Тема достаточно интересная, тема актуальная. Я думаю, что нам сегодня будет что обсудить с вами. Сегодня мы поговорим об основных принципах личностно-ориентированного образования, личностно-ориентированного подхода. О том, как реализовать эти принципы на уроках, конечно же, китайского языка, поскольку мы все учителя китайского здесь. О том, как это сделать, может быть, с минимальными временными затратами. Ну и, конечно же, о том, как эффективно применить личностно-ориентированный подход, используя учебные пособия УНК «Время учить китайский». Поскольку я понимаю, что сегодня, опять же, на вебинаре присутствуют преподаватели, учителя, те, которые либо уже работают с данным учебно-методическим комплексом, либо планируют, начинают, может быть, работать или вообще просто планируют в будущем. Поэтому я думаю, что это будет максимально актуально и очень полезно. Наш вебинар сейчас, пару минут такой установочной информации. Наш вебинар продлится полтора часа. Закончим мы в 11 часов. Далее, в конце вебинара будет возможность задать вопросы в чате. Вот я вижу, уже приветствуются меня. Здравствуйте, доброе утро. В конце вебинара будет возможность обязательно задать вопросы какие-то. По ходу вебинара мы обычно не общаемся, но задаем вопросы все в конце мероприятия. Поэтому, если у вас что-то возникнет, то, что вы захотите спросить, обязательно спрашивайте. Пару слов обо мне. Меня зовут Маркина Татьяна Евгеньевна. Я учитель китайского языка из города Сочи. Гимназия номер один. Я работаю с данными учебными пособиями с 2016 года. Мы входили в нашу школу, предыдущая, да, не эта гимназия входила в проект апробации. Мы занимались этим проектом, мы работали, вот пробовали, скажем так, в самом начале начинали нашу деятельность. Поэтому за это время у меня накопился некоторый опыт работы, и сейчас я активно использую в своей деятельности УМК «Время учить китайский». Накопился некоторый опыт, которым я бы хотела поделиться с педагогами, с коллегами. Поскольку всегда, мне кажется, очень важно, особенно для преподавателей, да, для нас самообразование, может быть, обмен опытом. Поэтому всегда, опять же, как я говорю, в конце вебинара я всегда открыта для какой-то беседы, для дискуссии. В общем, если есть желание что-то обсудить, то вот в конце у нас будет обязательно возможность така. Итак, сегодня мы говорим о личностно-ориентированном подходе на урок китайского языка с использованием УМК «Время учить китайский». Моё выступление будет построено следующим образом. Сначала мы поговорим о том, что такое вообще, в принципе, личностно-ориентированный подход. Я думаю, что, конечно же, вы все уже знаете и как-то частично касались этого, да, и, я думаю, применяете этот подход на своих занятиях. Сегодня мы поговорим о каких-то, может быть, нюансах данного подхода, разберём принципы работы, использования этого подхода именно на уроках китайского языка, что мы можем сделать с вами для того, чтобы наша деятельность, наша образовательная деятельность была более эффективна. Далее небольшой материал я расскажу о, непосредственно уже, об учебно-методическом комплексе, о его составляющих, о том, что появилось нового. Поэтому, если вы уже слушали, да, информацию, может быть, на каком-то вебинаре, то мы сегодня вам ещё будет дополнительно такой, как бы, какая-то новая информация, потому что произошли некоторые изменения, появились некоторые новые элементы в УМК. Вот этим всем тоже поделюсь с вами. И в конце уже разберём по-аспектно, посмотрим внутренность учебных пособий, скажем так, и то, каким образом мы можем использовать содержание учебного пособия для реализации именно и современных требований к уроку китайского языка, и для реализации, собственно, личностно-ориентированного подхода. Итак, мы начинаем. Первый, да, у нас слайд. Поговорим о личностно-ориентированном подходе. Это, я думаю, как уже понятно, это современный подход, в основе которого лежит улучшение результатов обучения посредством индивидуального подхода к учащимся. Личностно-ориентированная у нас ориентация на личность, когда мы говорим о том, что самым важным элементом в образовательном процессе является сам ученик и его личностные особенности, учет его личных личностных особенностей, развитие его не только интеллектуальное, но и креативное, творческое. Как мне кажется, вообще в целом, если мы смотрим стандарты проведения уроков современных, если мы смотрим ФГО, очень большой упор делается именно на творческое развитие личности. Мне кажется, это очень правильно, это то, о чем периодически, возможно, учителя забывают на своих уроках. Я сама, как учитель-практик, понимаю, что всегда, может быть, особенно учителя, которые преподают в школах, мы говорим сейчас о нас, может быть, в состоянии нехватки временного ресурса, вот эта возможность творческого какого-то развития, креативного для учеников, она снижается. Но мы сегодня поговорим о том, как возможно вот это поддерживать, как мы можем все-таки применять эти, применять эти, скажем так, реализовывать эти требования, как мы все-таки можем творчески развивать наших учеников. Личностно-ориентированный подход, подход, который ставят в центре, скажем так, основным, самым главным элементом ученика и его личность, его особенности, когда мы находим личный подход к каждому из наших учеников. Основные цели, что в итоге, к чему стремится личностно-ориентированный подход, что мы должны получить по итогу нашего обучения. Во-первых, это, конечно же, способность сделать выбор. Посмотрите, у меня здесь написаны пять пунктов, и эти пять пунктов не включают какие-то предметные результаты, поскольку личностно-ориентированный подход, он, конечно же, мы говорим и об изучении китайского языка, потому что ни в коем случае не должна вот какая-то часть превалировать на другой, что мы, допустим, развиваем ученика только творчески, а забываем о каких-то предметных моментах, о предметной наполняемости. Но личностно-ориентированный подход, он дополняет традиционные подходы, то есть он дает нам возможность посмотреть на образовательный процесс с несколько другой стороны. Итак, основные цели. Способность сделать выбор, умение рефлексировать и оценивать свою деятельность и жизнь в целом. Личностно-ориентированный подход, когда мы подбираем индивидуальные какие-то инструменты для конкретного ученика, ученика этого мы, естественно, учим потом как-то давать обратную связь на деятельность, которую мы осуществляем. Учим его оценивать свою деятельность, свои результаты. Это очень важный навык. И дальше тоже будем говорить о том, как нам этот навык применять на уроках, как нам добиться того, чтобы у учеников сформировался этот навык, именно на уроках китайского языка. Дальше третий пункт – это творческое развитие. Творческое развитие, я уже сегодня говорила о нем, оно очень важно, потому что даже если мы посмотрим сейчас, я как сама причисляю себя к специалистам молодым, я вижу ситуацию на современном рынке труда, и то, что творческий подход практически к любой профессии, он, конечно же, дает ученикам, прошу прощения, дает специалисту большое количество преимуществ, то есть человек, который способен творчески подойти к выполнению не только своей работы, может быть, какой-то учебной деятельности, но и вообще, в принципе, в жизни, то есть у него, конечно же, больше шансов на успех. Поэтому творческое развитие, оно очень-очень важно, и основы творческого развития, конечно же, должны закладываться в школе, потому что зачастую бывает так, я, опять же, повторюсь, как учитель практик, понимаю, что не всегда есть возможность, может быть, не всегда есть временные ресурсы, возможно, как-то есть дополнительная нагрузка у учителей, которая вот съедает этот, может быть, вот это желание творчески развивать учеников, но все-таки, конечно же, нам нужно стараться, нам нужно приходить к оптимальному решению и данный подход реализовывать. Следующий момент тоже очень важный, это способность к самообразованию. Самообразование, это вообще, мне кажется, такой образовательный тренд сейчас, это то, что должно быть заложено в учениках, это способность, готовность к самообразованию не только на протяжении обучения, но и в последующей жизни. После окончания высших учебных заведений самообразование, это, скажем так, тоже один из ключей к успеху. И последний момент, это развитие ответственности, личностно ориентированный подход, конечно же, развивает ответственность посредством чего? Когда мы даем ученикам какой-то выбор, когда ученик сам совершает выбор, он, конечно же, должен нести ответственность за этот выбор, за результаты своего выбора. Это и нужно нам достигать на своих уроках. Это те цели, которые преследуют, скажем так, личностно ориентированный подход. Здесь хотела бы пару слов еще сказать. Поскольку личностно ориентированный подход, как я уже сказала, это современный подход, это современный, скажем так, такой элемент образовательный, конечно же, здесь мы не можем обойтись без упоминания федеральных государственных образовательных стандартов. Кратко постараюсь немножко рассказать о том, какие элементы, какие требования именно в ФГОС у нас перекликаются с личностно ориентированным подходом. Вообще, личностно ориентированный подход, это часть, скажем так, ФГОС, часть вот этих образовательных стандартов. Поэтому очень многое будет у нас перекликаться. И я по какой причине сюда внесла вот этот пункт? Потому что, возможно, через понимание, дополнительный, да, еще разбор вот этих образовательных стандартов, придет лучшее понимание личностно ориентированного подхода, что же все-таки нужно, что же требуется от педагога, от учителя. Так, ФГОС – это совокупность требований обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, которые имеют государственную аккредитацию. То есть мы, как учителя, работающие в школах, гимназиях, конечно же, являемся вот такой целевой аудиторией, скобственно говоря, да, в федеральных государственных образовательных стандартах. Это то, каким образом, в соответствии с чем, нам необходимо выстраивать свою деятельность, как нам нужно планировать урок, да, то есть какие-то методы уже окажутся неэффективными в соответствии с современными требованиями к уроку. И, конечно же, это то, что каждому преподавателю нам необходимо это всегда держать в голове, этому следовать. И вот эти результаты, о которых мы сейчас тоже чуть позже говорим, результаты этой деятельности, всегда держать где-то у себя в голове, для того, чтобы мы понимали, к чему мы должны прийти в итоге. Итак, важным аспектом, как мне кажется, федеральных государственных образовательных стандартов, ВГОС, это является разделение требований к результатам образования. Как мы говорили в личностно-ориентированном подходе, да, то есть результат – это формирование ответственности, творческое развитие учеников. То же самое происходит, естественно, и при реализации ВГОС. Посмотрите, на слайде у меня указаны три основные, скажем так, области, да, разделены на три направления вот эти результаты. Первый – это предметные. Предметные результаты – это освоение специфических для данной предметной области умений. Ну, то есть для нас, в нашем случае, да, это изучение, там, грамматики китайского языка, да, возможность, может быть, скажем так, вести коммуникацию на китайском языке. Ну, это, собственно говоря, получение вот этих знаний конкретно по предмету. Но помимо предметных результатов, необходимо еще в своей деятельности нам показать и метапредметные результаты, и личностные. Вот здесь иногда может возникать такое непонимание, поэтому сейчас тоже дополнительно еще хотела бы на этом обидеть остановиться. Метапредметные результаты – это освоение умений, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. То есть вообще, в принципе, образование на данный момент необходимо выстраивать именно вот в этой парадигме дальнейшего существования и дальнейшей деятельности отдельного индивида. То есть когда мы можем дать ученику те навыки, умения, которые он может применить не только в школе, но и в своей жизни в последующем, да, выходя за пределы школы, поступая в высшее учебное заведение, возможно, да, продолжая свое образование и вообще далее работая, осуществляя свою какую-то профессиональную деятельность. Итак, к метапредметным результатам мы относим и умение планировать, да, очень важное, очень ценное вот это умение. Умение соотносить свои, скажем так, планы с результатами, да, умение прогнозировать, умение делать выводы, умение систематизировать и анализировать информацию. Это то, что обязательно должно присутствовать на каждом, то есть на каждом уроке. Мы каким-то образом должны вот работать для, над этой задачей, должны работать над тем, чтобы в итоге наши ученики показали вот эти метапредметные результаты. Конечно же, каким образом осуществляется вот этот подход, каким образом мы можем достигнуть этой цели, выбирая правильные, эффективные инструменты работы, да, выстраивая содержание, ход урока, не пропуская важные элементы, которые, может быть, нам кажутся не совсем всегда, да, необходимыми, или, может быть, которые занимают очень, как нам кажется, много времени. И, естественно, если сегодня мы говорим об учебно-методических комплексах, конкретно об УНК «Время учить китайский», это выбор правильного пособия, которое отражает уже, содержит в себе вот эти, своим содержанием ведет к приобретению данных результатов. То есть у учителя, конечно же, снижается нагрузка. И последняя категория требований – это личностные требования. Личностные, да, которые… Так, прошу прощения, у меня тут что-то… Получение системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, к самому образовательному процессу и объектам познания. Личностные, мы говорим о… Чтобы было понятнее, да, личностные результаты – это и формирование гражданской ответственности, да, гражданского самосознания, это и развитие патриотизма. В данный момент современные образователи, тоже требования к образовательному процессу, к результатам образовательного процесса, включают в себя и развитие патриотических чувств, да, осознание себя частицы, осознание себя гражданином своей страны. Это и толерантное отношение к другим культурам. Особенно это актуально для учителей иностранного языка, да, для учителей, которые как-то касаются других культур, других стран. То есть это тоже очень важный момент, когда мы формируем у учеников адекватное понимание того, что, допустим, в нашем случае, да, китайцы – это не какие-то странные, там, что-то у них не так, а вот они просто другая нация, просто другая культура, к которой тоже нужно относиться уважительно, относиться толерантно. Это и способность взаимодействовать в различных ситуациях, и в парных, и в групповых, да, то есть это вообще, в принципе, развитие индивида в обществе, то есть возможность его не только существовать, но и осуществлять свою профессиональную деятельность в обществе, в разных группах, поскольку, я думаю, что сложно здесь поспорить, что в дальнейшем в профессиональной деятельности это умение может иногда оказаться ключевым, да, то есть когда специалист, он может быть самым замечательным специалистом, он может быть очень умным, да, может быть очень грамотным, очень профессиональным в своей области, но если у него отсутствует вот этот навык правильной коммуникации, такой экологичной, да, коммуникации, то, конечно же, к успеху это не приведет, не только к успеху его, да, но и к успеху в общем коллектива и в целом, да, вот трудовой деятельности. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать и нужно всегда понимать, что на своих уроках мы должны учеников привести вот к трем вот этим важным результатам, да, к трем группам. Первый – это предметные результаты, да, сам китайский язык в нашем случае, дальше метапредметные и личностные результаты. Далее, более еще подробно поговорим о требованиях к современному уроку, что же нужно нам применять и в рамках образовательных стандартных, и в рамках личностно-ориентированного подхода. Во-первых, это, конечно же, смещение фокуса с учителя на учащихся, да, то есть здесь мы говорим и про личностно-ориентированный подход, когда ученик становится основной, главной фигурой деятельности, образовательной. Когда мы учитываем его особенности, мы смещаем фокус себя с преподавателями на ученика. Учитель выступает в роли наставника, в роли человека, который дает вот этот импульс к развитию, ну, естественно, передает знания, но все-таки основной фигурой центральной у нас является, конечно же, ученик. Дальше, упор на исследовательскую, проектную, творческую деятельность. Здесь также мы сегодня тоже поговорим про проектную деятельность, про творческую деятельность. Здесь также очень, вот в реализации вот этого требования очень важен личностно-ориентированный подход, поскольку любое исследование, оно предполагает в первую очередь, да, это самостоятельный выбор, возможно, ну, с помощью учителя темы, да, это то, что интересно конкретно данному ученику. Это то, каким образом он проведет это исследование. То есть исследовательская деятельность, она, в принципе, включает в себя очень большой, скажем так, процент самостоятельности учащегося. Он как индивид, как вот конкретный, скажем так, да, учащийся, он не в группе, хотя, опять же, проекты могут быть и групповые. Он самостоятельно проводит это исследование, опираясь на себя, опираясь на свои интересы, опираясь на свои знания, на свои умения, то, как он проведет это исследование, полностью отражает, скажем так, его состояние, его образовательную ситуацию на данный момент. Следующий важный подход, важный принцип, прошу прощения, это увеличение доли самостоятельной работы учеников на уроке. Когда, далее мы посмотрим и по содержанию ОМК, когда мы выбираем те упражнения, те задания, которые дают возможность ученикам самостоятельно их выполнять, без помощи учителя, да, то есть это не просто задание, там, пишем, читаем, да, переводим и так далее. Это задания, которые заставляют учеников подумать, проанализировать и сделать это самостоятельно, возможно, там, с поиском дополнительной информации, где-то тоже будем это с вами смотреть. Далее, внедрение практикоориентированных заданий и использование личностно-ориентированного подхода, ну, вот мы говорим про образовательные стандарты, и вот личностно-ориентированный подход, естественно, здесь тоже появляется. Посмотрите, далее хотела бы более детально, скажем так, поэтапно поговорить уже непосредственно о таких методах, которые учитель может, и учитель китайского языка применять на своих уроках. Что нам нужно для того, чтобы наши уроки были максимально эффективны, максимально в соответствии с требованиями. Итак, конечно же, это эффективное начало и окончание урока. Далее тоже посмотрим по содержанию УМК, как эффективно начать урок и как его эффективно закончить. То есть недостаточно просто нам сказать, что все, начинаем урок и сразу же переходить к каким-то упражнениям, да, там, может быть, проверке домашнего задания. Конечно же, стоит несколько иные выбрать способы реализации этого этапа. Далее, совместность с учениками, формулировка темы, цели и задач урока. Это очень важный этап, который зачастую пропускается, который, может быть, мы не совсем, ну, опять же, да, не всегда хватает, может быть, на это время, но этот этап как раз-таки ведет вот к развитию и в конечном итоге к получению вот этих метапредметных и личностных результатов обучения. Когда мы вместе с учениками обсуждаем тему урока, далее тоже будем смотреть, как это сделать более эффективно, более интересно, цели и задачи урока. Здесь у каждого ученика есть возможность реализовать себя. Это один из таких очень, наверное, простых этапов урока. Но, опять же, они создают, этот этап создаёт ситуацию успеха. А создание ситуации успеха – это главный принцип личностно-ориентированного подхода, когда каждый ученик может себя реализовать в чём-то. То есть наверняка согласитесь со мной, коллеги, что не бывает учеников, которые не могут вообще ничего. Они не могут вообще ничего, может быть, в рамках каких-то требований, да, очень жёстких. Но если мы посмотрим, то бывает так, что ученик, который абсолютно не может писать иероглифы, замечательно может быть, учит там стихи на китайском или замечательно читает вслух. Поэтому вот личностно-ориентированный подход, он и даёт возможность вот это понять и развить этим важные, сильные качества в учениках. И, как я уже сказала, да, вот эта совместная работа в начале урока тоже направлена на то, чтобы помочь учителю реализовать личностно-ориентированный подход. У каждого ученика здесь есть возможность себя проявить. Дальше. Реализация принципа личностной ориентации, построение сотрудничества учитель-ученик. Здесь очень важный вот этот момент, когда мы, как я уже сказала, учитель всё-таки отказывается от такой, скажем так, роли надзирателя, роли очень такого авторитарного элемента урока и всё-таки встаёт в позицию наставника. Это чаще всего лучше принимается учениками и даёт результаты более как бы качественные. Дальше. Организация различных форм работы на уроке. Тоже сегодня об этом поговорим. Разные формы работы на уроке позволяют ученикам, каждому ученику практически, себя как-то реализовать, как-то себя проявить. То есть кто-то кому-то удобнее, кому-то более, скажем так, более приятно, наверное, да, то есть лучше работать индивидуально, кому-то лучше работать в паре, кому-то лучше работать в группе. Особенно групповая, да, работа, она, мне кажется, очень хорошо действует в случае, когда есть какие-то, ну, совсем не успевающие ученики, которые в группе могут, может быть, подтянуться за более сильными учащимися. Но, опять же, это должно происходить под таким контролем учителя. Дальше тоже поговорим о том, как реализовать эти принципы, потому что понятно, что на каждом уроке мы не можем организовать, да, там кому-то дать возможность индивидуально, кому-то в паре поработать, в группах. Но, тем не менее, данный этап тоже нужно учитывать, потому что зачастую на уроках, опять же, бывает такой момент, что пренебрегается вот этот этап, да, когда мы работаем только, может быть, фронтально с учениками, ну, или там индивидуально, да. То есть работает только индивидуальный ученик. Опять же, групповые и парные формы работы тоже необходимо нам реализовывать на уроках. Следующий момент – активизация деятельности учащихся. Тоже мы поговорим сегодня о том, как этих учащихся наших активизировать, да. Сразу забегая вперед, скажу, что нужно подобрать правильные инструменты этой самой активизации. Активное применение творческой проектной деятельности. Опять же, подчеркиваю, творческая проектная деятельность – это то, от чего мы уже не можем никуда убежать, мы должны этим заниматься. Я… у меня была возможность проводить обучение для учителей Хабаровска, и мы там обсуждали, это был такой оффлайн-тренинг, мы обсуждали и пришли к выводу, что да, зачастую, если говорить честно, то возможность вот использования этой, применения этой проектной исследовательской деятельности, она практически равна нулю, потому что либо учитель не совсем понимает принципы, как работать, да, с проектами, с исследовательской деятельностью, либо не хватает времени. То есть я просто знаю, что это может быть какой-то такой проблемный зон для учителей, но сегодня тоже частично постараемся на эту тему поговорить, как нам, может быть, с наивеньшими, да, там, временными потерями вот этот самый подход реализовать. Работа в паре ученик-ученик. Очень важно, да, как я уже, опять же, говорила, разные виды работы на уроке. И побуждение к рефлексии. Рефлексия – это тоже такой важный элемент, но он тоже часто забывается, часто игнорируется. И сегодня мы поговорим о том еще, о том, какая рефлексия подразумевается в личностно-ориентированном обучении. Потому что, в принципе, рефлексия, она может быть у нас разная, то есть мы можем по-разному подойти к этому процессу. Но личностно-ориентированное обучение подразумевает в том, что мы обращаемся не только к интеллектуальной составляющей, но и к эмоциональной составляющей. Опять же, чуть дальше поговорим с вами более детально, как это использовать, как использовать эту эмоциональную рефлексию для повышения результатов обучения. Итак, это были основные требования вообще в целом к образованию, к современному образовательному процессу, естественно, к урокам китайского языка в том числе. Сейчас, опять же, мы более уже частно поговорим про личностно-ориентированный подход, дополнительно про его принципы, что нужно нам реализовать. То есть у нас есть ФГОС, а личностно-ориентированный подход это как одно из таких требований, но, опять же, зачастую, которые, может быть, игнорируются, но, может быть, там не в силу неподготовленности учителя, а просто в силу некоторых обстоятельств. Опять же, да, я понимаю, что если в группе 15 человек, то, кажется, это очень сложно найти подход к каждому ученику. Но если мы выбираем правильные инструменты нашей деятельности, то это уже становится несколько проще. Итак, личностно-ориентированный подход, основные принципы отношения педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному, ответственному субъекту собственного развития. Опять мы говорим, да, то есть мы все-таки не перекладываем ответственность, да, а награждаем нашего ученика вот этой ответственностью, что он теперь ответственен, он самый главный во всем образовательном процессе. Это то, что ученикам, кстати, очень не нравится, особенно когда, допустим, у меня есть опыт где-то с 7 класса уже внедрения проектных работ, проектных работ, когда они в 5-6 классе, они такие достаточно легкие, чаще всего групповые. Когда с 7 класса уже начинаем вводить проектные работы, и они подразумевают под собой большую долю ответственности, да, когда ученик должен сам найти информацию, сам сделать выводы, общаться с учителем в форме консультации, вот тогда возникает большое количество таких вопросов и недопониманий, потому что все-таки ученики еще в, ну, по крайней мере, да, я думаю, что ситуация может несколько разниться в регионах, допустим, да, и в столичных образовательных учреждениях, но тем не менее, все-таки ученики склонны к тому, чтобы эту ответственность перекладывать на учителя, на преподавателя. Так вот, нам это делать нельзя, нам не нужно позволять ученикам это делать, нам нужно, наоборот, эту ответственность передавать нашим учащимся. Обучение должно обеспечивать развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из его индивидуальных способностей, особенностей. Опять же, как я уже говорила, важный очень пункт, то есть мы, учителю необходимо подмечать те моменты, которые ученик показывает во время своей деятельности, то есть вы, работая с группой, всегда видите, что какому-то ученику проще, может быть, проще делать какие-то письменные задания, кому-то проще делать устные, кто-то лучше работает в группе, кто-то лучше работает индивидуально. То есть используя вот это, подмечая эти моменты, и учителю необходимо все-таки давать возможность ученикам дать возможность свободы и дать возможность им вот себя реализовать в этих для них более подходящих, более уместных аспектах. Ученик, опираясь на свои способности, склонности, интересы, получает возможность реализовывать себя в учебной деятельности и поведении. То есть когда мы не ограничиваем учеников, а даем им, наоборот, возможность вот этого развития, конечно же, у них появляется возможность самореализации. Это всегда любому ученику приятно, любому человеку, в принципе, приятно. То есть у него сразу же возрастает возможность попадания вот в эту ситуацию успеха, и здесь нужно отметить, возрастает мотивация к обучению, возрастает желание что-то делать, поэтому здесь выигрываем мы все. И ученик, поскольку у него происходит, происходит его развитие более гармонично, и мы учителя, поскольку у него все-таки повышается мотивация к обучению. Дальше, содержание образования, его средства и методы подбираются и организуются так, чтобы ученик мог проявить изобретательность к предметному материалу, его виду и форме. Это как раз напрямую этот пункт касается нашего сегодняшнего вебинара, когда мы будем говорить уже о работе с УМК. Забегая вперед, скажу о том, что содержание УМК «Времень учить китайский» как раз-таки заключает в себе вот эти методы и средства, которые дают возможность ученику развиваться, развиваться гармонично. И организация работы с УМК, она построена таким образом, чтобы у учителя была возможность, как я уже говорила, не искать какие-то, может быть, дополнительные материалы, привлекать какие-то дополнительные источники, а работая с одним пособием, вот этот самый принцип личностно-ориентированного обучения реализовывать. Итак, самая главная цель личностно-ориентированного образования – это найти, поддержать, развить в человеке механизмы, механизмы, прошу прощения, самореализации, саморазвития, адаптации, самозащиты, самовоспитания. Помимо, опять же, как я говорю, предметных результатов, вот это наша самая основная цель, что нам нужно получить в итоге от наших учеников. То есть что это гармоничная личность, еще бы я от себя добавила, которая способна адекватно взаимодействовать в социуме, которая способна и активно желает развивать себя в области, в нашем случае, иностранный язык, китайский язык, которая понимает необходимость перманентного саморазвития, самообразования по жизни, которая готова к вот этому самому-самому самообразованию. Это очень важно, это то, что, как я уже говорю, закладывается в школе, и то, на что мы должны тоже обращать внимание. Итак, принципы работы на уроке при реализации личностно-ориентированного подхода. Такие общие принципы, что нам нужно для себя. Вот сейчас мы посмотрим эти принципы, и, возможно, кто-то посмотрит, что-то для себя добавит. Может быть, в конце вебинара, наоборот, еще добавит нам, да, в чат какую-то идею. Но это то, что мы должны на своих уроках отражать. Во-первых, это создание положительного эмоционального настроя на работу у всех учеников. Положительный настрой, да, он заключается в чем? В, как уже ранее было сказано, в эффективном начале, в эффективном введении в занятия, да. То есть урок можно начать совершенно по-разному, и, может быть, уже с самых первых минут либо, наоборот, вдохновить учеников на дальнейшую деятельность, да, в течение 40-45 минут, либо же, наоборот, убить вот эту самую мотивацию, петь желание. Далее, сообщение и совместное обсуждение в начале урока темы и пояснение этапов урока. Совместная постановка целей и задач. Обязательно мы это реализуем, мы обязательно... Не важно. Опять же, да, то есть это принципы такие общие, но мы сегодня говорим, естественно, про китайский язык. Мы обсуждаем в начале урока тему, мы даем возможность ученикам понять и самим додуматься, самим проанализировать, о чем пойдет речь, что мы можем выучить в этом уроке, да, какие у нас цели, какие задачи. Таким образом, каждый раз, прорабатывая вот этот этап, мы даем возможность ученикам развивать и аналитическое мышление, да, и способность к целеполаганию. И даем им возможность, да, к дальнейшей самостоятельности. Поэтому, опять же, мы обращаем внимание на этот этап чуть-чуть попозже тоже на нашем вебинаре посмотрим конкретно с учебным пособием, как мы можем работать. Рефлексии в конце урока, анализ в том числе и эмоционального состояния учащихся. Вот здесь я бы хотела, да, заострить внимание, поскольку если мы посмотрим, допустим, там, федеральный государственный образовательный стандарт, да, мы говорим о рефлексии, о том, что очень важно совместно подводить итоги, давать ученикам самостоятельно их подводить. Но в рамках личностно-ориентированного подхода мы еще и подводим итоги, мы еще оцениваем и эмоциональное состояние учащихся. То, что им понравилось, или же им не понравилось на занятии, да, что бы они хотели повторить, чем бы они хотели заниматься дальше. Оценка эмоционального состояния тоже очень важна. Создание ситуации успеха для каждого учащегося. Это вот основной принцип, основной, скажем так, основная наша цель. То есть мы ученика должны каким-то образом подвести к ситуации успеха. Когда он понимает, что, может быть, да, даже слабый ученик, возможно, он большую часть урока, может быть, у него, да, там, не хватает знаний, или что-то он не может сделать. Но все равно в уроке есть какая-то ситуация успеха, в которой он может себя почувствовать комфортно. Вот это как раз-таки есть принцип личностного ориентирования. Когда мы смотрим на учащегося и понимаем, что вот для него ситуация успеха будет вот в этом. И помогаем ему попасть в эту ситуацию успеха. Соответственно, посредством этого мы увеличиваем его мотивацию к обучению и даем ему возможность получить результаты лучше и сделать свою деятельность эффективнее. организация различных видов работы на уроке, индивидуальная, парная, групповая, обеспечение условий для взаимодействия у учащихся обязательно, да, конечно, если мы говорим, допустим, про группы пятого класса, да, поскольку все-таки мы сейчас говорим о китайском языке, как о втором иностранном языке, да, который начинаем изучать с пятого класса, конечно же, иногда это сопровождается с некоторыми трудностями с дисциплиной, да, но опять же, да, под четким контролем и руководством учителя, все-таки это можно реализовать. Да, вижу, я чат, прошу прощения, периодически отвлекаюсь, да, добрый день, кто к нам только присоединился, мы говорим про личностно-ориентированный подход. Вот, итак, взаимодействие учащихся, неважно, какого это возраста учащихся, конечно же, от, там, пятого к одиннадцатому классу это будет разного типа взаимодействия, но, тем не менее, его нужно будет организовать. И использование заданий открытого типа. Итак, мы поговорили о основных принципах личностно-ориентированного подхода, о том, я думаю, что я дала вам возможность, может быть, еще раз дополнительно, да, проработать эту информацию, для себя понять принципы, которые необходимо реализовывать на уроках, может быть, большинство из них вы уже применяете, но лишний раз мы с вами это проговорили, а сейчас мы, как я уже говорила ранее, мы немножко разберем состав УМК, о том, что включается в УМК вообще, УМК, время учить китайский, как с ним работать, и далее уже непосредственно поговорим про личностно-ориентированный подход в УМК. Итак, УМК, время учить китайский, автор линии УМК, это Сизова Александра Александровна, это российский автор, руководитель авторского коллектива УМК. Кандидат исторических наук, учитель высшей категории, доцент школы востоковедения, факультет мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики, и учитель китайского языка и страноведения Китая, школа номер 548 Царицыно, руководитель направления китайский язык, ассоциации учителей иностранных языков города Москвы. Здесь очень важный момент, который я бы хотела подчеркнуть, это то, что Александра Александровна, конечно же, доброе утро, Латифа, здравствуйте, конечно же, является сама учителем-практиком, соответственно, автор пособия понимает современные проблемы в образовательном процессе и в преподавании китайского языка, и мне кажется, это является очень таким ценным моментом. Ну и, конечно же, коллектив авторов с китайской стороны, с вашего позволения, я не буду их всех представлять, но, опять же, мы далее сейчас с вами посмотрим, так как присутствуют авторы с китайской стороны, о чем это говорит? О том, что УМК, УМК, все-таки, это совместный проект издательства просвещения и китайского издательства, People's Education Press, это совместный проект, всегда любой материал, как мне кажется, по иностранному языку, он, конечно же, должен включать в себя авторов, авторов из страны изучаемого языка, ну вот, собственно говоря, УМК времяучит китайский и является таким проектом. Сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на всю линейку учебников, которая уже завершена, линейка от 5 до 11 класса, здесь мы говорим о преемственности, о том, что все-таки выбираем. Это очень важный, опять же, момент, поскольку в моем случае, когда я начинала свою преподавательскую деятельность, у нас не было такой возможности, у нас была сложность с учебными пособиями именно для школ, потому что они в какой-то момент обрывались, вот эти линейки, но сейчас вот есть завершенная линейка, которая включает в себя и учебники для 10-11 класса. Это очень, как мне кажется, очень важно, очень такой позитивный момент для нашего современного образования, да, и в том числе для, естественно, в частности, для преподавания китайского языка. И можете посмотреть вообще на учебники, они красочные, яркие, такие современные, ученикам чаще всего, ученикам нравится их вид и нравится с ними работать. Особенности УМК. Что же делает УМК таким особенным? Почему мы говорим о том, что они, УМК, вот этот комплекс учебно-методический, он сейчас является очень эффективным инструментом для преподавания, для использования его в своей практике. Во-первых, это аутентичность языковых материалов, наличие сюжетной канвы в подаче учебных материалов, да, ученикам очень интересно наблюдать о том, как развиваются события, как герои в учебниках общаются, да, как у них происходит коммуникация. Естественно, вот что мне здесь кажется самым важным, наверное, это соответствие методического аппарата, традициям российской школы и целям на современном этапе, ее развитие цели на современном этапе. То есть содержание УМК полностью отражает вот эти наши цели, то, о чем мы говорили, все вот эти требования, которые нам необходимо реализовать, используя УМК, вы можете работать эффективно, вы можете прийти в итоге к вот этим результатам, которые от нас сейчас требуются. Современные, в том числе, информационно-компьютерные технологии. Большое количество заданий в УМК предполагает отсылку к работе с компьютером, сетью интернет, то есть дает возможность ученикам активно в ногу со временем развиваться, да, то есть, может быть, искать информацию, не отправляя, то есть мы не отправляем учеников уже искать, да, там, информацию в библиотеку, тем более, что, я думаю, редко какое учебное заведение содержит достаточное количество, да, информации, там, по нашей области. Современные, вот эти информационно-компьютерные технологии, они реализуются, они реализованы в УМК, это тоже очень, очень важный, очень такой, мне кажется, правильный и очень эффективный метод работы с материалом учебника. Практика, ориентированный характер, когда, далее мы тоже посмотрим на задания, когда учеников, дает, у них есть возможность применить свои знания на практике. И я бы хотела тоже своим опытом поделиться, поскольку у меня был опыт, скажем так, перехода с одного учебно-методического комплекса на другой, вот на УМК, время учить китайский. И вообще, в целом, учеников, вот эти практикоориентированные задания, особенно, если они к ним не привыкли, они всегда являются такой проблемной зоной, то есть ученикам всегда тяжело применить китайский именно на практике, то есть его используя, это мой опыт, да, мой опыт как учителя, используя китайский язык, что-то сделать, какое-то, может быть, исследование, что-то посмотреть в интернете, да, что-то изучить. Проще всегда выполнить просто там какие-то задания на перевод, это более привычно. Поэтому, и мне, как всегда кажется, да, проблемная зона, да, вот это, она всегда ведет нас к росту. Поэтому практика ориентированный характер это, опять же, это современные требования к урокам любого предмета, да, но и китайского языка в частности. Поэтому тоже мы вот это не игнорируем и применяем эти задания. Личностная ориентация, адресное содержание учебных материалов. Наличие социокультурных материалов о России. Вот здесь тоже хотелось бы дополнительно подчеркнуть, потому что, как уже ранее я говорила, что Александра Александровна Сизова, автор учебно-методического комплекса, она большой упор в своих, вот в этом данном комплекте, делает именно на лингво-страноведческий подход на изучение китайского языка через призму культуры, культуры Китая. Мне тоже этот подход очень импонирует, поскольку он дает возможность ученикам понять более комплексно китайский язык, то есть, я думаю, никто не сможет поспорить с тем, что изучение китайского языка все-таки должно происходить вот через призму изучения культуры Китая, потому что, не поняв культуру Китая, намного тяжелее изучать китайский язык. Но здесь мы говорим о России, казалось бы, как она здесь, каким образом она здесь будет уместна. Последний пункт, да, реализация обучения на основе диалога культур России и Китая. В УМК есть очень хороший раздел, очень хороший раздел, который рассказывает какие-то факты о культуре Китая, но не просто рассказывает нам о Китае, а делает это через призму, через сравнение России и Китая. То есть, мы не только изучаем, ученики не только изучают какие-то культурные особенности Китая, но и культурные особенности своей страны. Это очень важно, поскольку, как мне кажется, тоже, да, очень значим вот этот момент, когда мы не позволяем ученикам переходить, да, скажем так, вот этот перекос, когда их начинает инвестирует только иностранная культура, но и плюс мы должны на своих уроках все-таки развивать патриотизм наших учащихся. Вот как раз эти материалы социокультурные, они направлены на это у учеников всегда, всегда, если вы работали, ну, если вы приступаете к работе, то я вот вам скажу, поделюсь своим опытом, всегда вызывает большой интерес вот этот раздел. Им всегда интересно не просто узнать что-то про китайцев, а сравнить их с нами. Я думаю, в принципе, если вам ученики задавали какие-то вопросы по Китаю, они всегда делали это вот в этой сравнительной, да, манере, то есть, а вот у нас так, а у китайцев так. Вот сейчас у учеников есть возможность реализовать этот подход, сравнить две культуры и сравнить, скажем так, придя к какому-то общему диалогу. Возможность дифференцированного подхода к организации образовательной процессы, прошу прощения, в том числе с учетом индивидуального стиля учебной деятельности школьников. Вот это дифференцированный подход и есть основной элемент, да, основной вот этот, правильно говорю, да, элемент личностно-ориентированного подхода, дифференцированный, когда мы даем возможность ученикам в зависимости от их способностей, от их уровня подготовки выбирать задания, выбирать средства, способы их реализации. Дальше тоже вот мы посмотрим по аспекту, когда поговорим, как это можно реализовать. Воспитательная и развивающая ценность материалов широкие возможности для социализации учащихся. Учебные пособия, они, во-первых, да, когда мы говорим про социализацию, во-первых, это выбор, конечно же, тем в учебном пособии, потому что темы, они актуальны, они современные для учеников. И темы изменяются с увеличением, с повышением уровня, да, то есть от пятого класса к одиннадцатому, естественно, темы будут разные. Темы, допустим, вот девятый класс или восьмой класс могу немножко где-то спутать, может быть, допустим, темы, которые взывают к эмоциональному какому-то самоопределению. Темы, допустим, есть, да, я раздражен или я расстроен, когда уже к восьмому-девятому классу учащиеся осознают себя лучше уже, то есть они себя более оценивают как такой, как индивидов, да, им уже интересны не какие-то общие знания, не какие-то даже, может быть, культурные аспекты, а им интересно уже познать себя, понять себя. И как раз вот в этом моменте к этому возрасту появляются очень актуальные для учеников темы, темы текстов, темы диалогов, которые дают им возможность, да, вот проработать с собой, лучше понять себя, лучше развить себя. И самый важный здесь аспект, это, конечно же, то, что линия учебников «Время учить китайский» вошла в федеральный перечень учебников Министерства просвещения. То есть вы можете абсолютно спокойно использовать учебники, да, если учителя, я думаю, что большинство учителей сталкивается с таким вопросом, как там закупка учебников, то есть все это сейчас возможно, делать абсолютно, скажем так, спокойно, да, и абсолютно в соответствии со всеми требованиями. Это, как мне кажется, лишнее, да, снимает такую груз ответственности с учителя. О составе УМК я говорила о том, что есть некоторые изменения, вот сегодня я хотела бы о них поговорить. Во-первых, это учебное пособие, конечно же, рабочая тетрадь, прописи, электронная форма учебника, книга для учителя, аудиокурс, рабочие программы и важный, да, новый этап, это контрольные задания для 5-6 класса и 7-8 класса. Вот это важный новый элемент, который появился, да, то есть вы теперь можете использовать их в своей деятельности, контрольные задания, и дальше они тоже будут, да, развиваться, да, остальные там классы 9-й, 10-й, 11-й. То есть, опять же, мы говорим о том, что если мы посмотрим на состав УМК, мы поймем, что он очень, скажем так, очень лоялен к учителю и позволяет учителю работать комплексно, комплексно позволяет учителю снизить свои затраты, свои вот эти, да, энергозатраты, временные затраты на подготовку, на поиск каких-то дополнительных материалов, да, то есть все есть, все, что нужно для учителя, для учащихся, все в составе есть. Аудиокурс, книгу для учителя можно скачать на сайте издательства просвещения, если вы еще этого, допустим, не сделали. Дальше. Также хотела бы я, да, вот я написала, есть там у нас все элементы, входящие в состав УМК, но хотела бы еще поговорить о двух важных таких, всегда я их проговариваю, двух важных элементах, которые для учителя, мне кажется, играют очень такую хорошую роль, в общем, являются большими помощниками в нашей повседневной деятельности. Это, конечно же, рабочая программа, посмотрите, что содержит в себе рабочая программа. Это пояснительная записка, планируемые результаты, освоение учебного материала, содержание учебного курса, основные виды учебной деятельности, форма организации учебного процесса, структура УМК, тематическое планирование, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение учебного процесса. Что здесь я бы хотела дополнительно подчеркнуть, потому что сама как учитель практик сталкивалась с этой проблемой, когда необходимо написать рабочую программу и написать ее обычно, ну, в каких-то учебных заведениях это делают методисты, где-то все-таки у учителей нет такой возможности привлекать эту помощь, и вот учителя вынуждены самостоятельно этим вопросом этим заниматься, поэтому вот рабочие программы, они есть, и ими нужно пользоваться, они являются большим помощником учителю в его деятельности, поэтому на этот тоже элемент пожалуйста обратите внимание. И следующий это книга для учителя. Книга для учителя, вообще, если вы, допустим, еще, я думаю, что наверняка сегодня на вебинаре присутствуют преподаватели, которые только планируют работать с УМК, «Время учить китайский», если вы еще не начали свою работу, там, допустим, будете приступать к работе с пятым классом, то первое, с чем я бы хотела вас попросить ознакомиться, это, конечно, книга для учителя, поскольку книга для учителя, если мы говорим, допустим, об учебном пособии для пятого класса, она содержит большое количество очень важной и очень ценной информации. Во-первых, она содержит фонетический, водно-эроглифический курс, который нужно вычитать ученикам до начала работы с учебником пятого класса. Во-вторых, она содержит огромное количество справочных материалов для учителя. То есть мы уже можем, во-первых, и по эроглифике, и по фонетике эти материалы, мы можем, используя и книгу для учителя, и рабочие программы, сейчас тоже вернусь несколько, скажем, мы можем, опять же, сократить вот это свое время, снизить количество сил, которые мы прикладываем для поиска какой-то информации в разных источниках, все это есть уже комплексно. Помимо этого, что еще включает в себя книга для учителя? Это учебные цели, задачи и содержание урока, примерные планы работы, материалы для обобщения, систематизации, прошу прощения, контроля знаний. Но важное, самое важное, вот как мне кажется, для учителя практика, поскольку я все-таки, мне всегда, когда вот работаем с учителями, всегда хочется помочь, может быть, да, какой-то у меня опыт, если есть именно работы с УМК, может быть, самой перенять какой-то опыт. Это методические рекомендации, справочные материалы учителя. Дальше, вот если мы немножко вернемся, мы говорили про рабочие программы, помимо всего прочего, рабочие программы еще содержат большое количество различных альтернативных способов проведения урока. То есть там и урок викторина, и обсуждение конкурса. Вот это, ну, во-первых, на каждый учитель я наверняка, я уверена наверняка, что у каждого учителя есть какая-то такая методическая, да, своя копилка, какие-то свои, может быть, методы, которые он применяет на уроке, способы организации урока. Но можно и почитать, можно их и позаимствовать, да, там, может быть, какие-то дебаты, да, там разные виды, вот в рабочей программе содержатся разные виды организации, работы на уроке. Тоже это очень полезно, это можно почитать, с этим ознакомиться, особенно в состоянии, вот, ограниченного временного ресурса, мне кажется, это всегда для нас актуально, для учителей, а он у нас всегда ограничен. Итак, да, мы поговорили о содержании, прошу прощения, о составе УМК, опять же, да, относительно, просто потому что по времени несколько сегодня, да, ограничено, можно говорить достаточно много относительно элементов УМК. Важный еще элемент, это рабочая тетрадь и прописи, да, которые уже позволяют работать комплексно. То есть не привлекая какие-то там дополнительные еще меры, вот с этим вы можете работать. Причем рабочая тетрадь, да, ну, традиционная, наверное, форма работы, то есть рабочие тетради заданий несколько сложнее, чем в учебном пособии, их чаще всего дают, да, там, в качестве домашнего задания, но они вот, опять же, они, естественно, продолжают основную там тематику учебного пособия, но задания несколько усложнены. Поэтому, опять же, да, то есть привлекайте, работайте на нанятиях. Итак, и сейчас самое, да, важное, это личностно-ориентированный подход на уроках китайского языка с использованием УМК «Время учить китайский». То есть мы поговорили о том, в принципе, что такое, да, личностно-ориентированный подход, какие его основные принципы, поговорили о том, что из себя представляет УМК «Время учить китайский», поговорили о том, насколько эффективно мы можем, да, то есть насколько эффективны мы видим методы, да, и средства, и вообще способ организации вот этих материалов УМК. Сегодня, а сейчас поговорим, как нам использовать УМК для того, чтобы реализовать личностно-ориентированный вот этот подход. Итак, как я уже говорила, да, первое, одно из важных, точнее, элементов личностно-ориентированного подхода это умение создать ситуацию успеха для всех учащихся. Мне кажется, самым таким элементарным способом создания этой ситуации успеха является выполнение заданий на введение темы урок, то есть на задание на эффективное начало урока. Посмотрите, здесь на слайде представлены учебники, представлены учебные пособия, и вот как раз вот эти разделы, да, перед уроком нам дают возможность с учениками поговорить о чем-то. В первом случае, да, там, посмотри на картинку, скажем, мы говорим о семье, и потом мы говорим о... Ну, в втором случае тоже, да, о семье, но тут больше уже про наш дом мы говорим. Посмотрите, да, вторая картинка. Нарисуй свой дом или квартиру, представь рисунок в классе и опиши его по-китайски. То есть ученика, ну, я думаю, что можно не знать какие-то, там, может быть, грамматические сложные, да, там, конструкции что-то, да, где-то, может быть, просадка ученика, но поговорить о себе всегда это актуально, всегда это интересно для учащихся, да, то есть это достаточно такое простое задание, но оно, во-первых, эффективно вводит, то есть, во-первых, настраивает учеников на то, что мы сейчас будем учиться, да, во-вторых, даёт возможность ученикам понять, о чём пойдёт речь в следующие, там, 40-45 минут, да, даёт возможность поставить цели урока, ну и плюс даёт возможность себя реализовать, показать себя, да, то есть личностно поговорить о своих каких-то аспектах, о своём, о том, что интересно непосредственно вот данному учащемуся. Каким образом мы выполняем задание на введение темы урока? Перед началом урока ученикам задаются заранее заготовленные вопросы по теме, да, то есть, ну, обычно эти, подготовка этих вопросов не отнимает огромное количество времени, вы можете, да, их заранее подготовить, да, но обычно, я думаю, что работая, скажем так, работая длительно с любым учебным пособием, вы уже как бы понимаете, о чём можно поговорить с учащимися, да. Итак, мы вводим в тему урока. Каким образом мы реализуем это? Ранее изученный материал мы сочетаем с новым материалом, который будет появляться в этом уроке. Ну, во-первых, мы активизируем, да, то есть мы повторяем то, что было изучено ранее, и плюс, опять же, как я уже сказала, вводим, да, учеников в курс дела и даём возможность совместно определить цели и задачи урока. Когда мы ввели какую-то, может быть, новую лексику, новый какой-то материал, у учеников, соответственно, появляется логичный очень вопрос, да, что мы будем делать на уроке. И вот здесь как раз, да, вот мы будем изучать это, это и это. Это очень важный элемент, который ведёт к развитию аналитического мышления. Соответственно, как я уже сказала, вот в данном разделе раздел перед каждым уроком, да, то есть перед каждым, перед каждой темой, ну, то есть там у нас есть урок один, два, три, вот он появляется. Это введение в тему урока, общего урока, но вообще на каждом конкретном уроке у вас также должно быть вот это введение в тему, но уже может быть не такое глобальное, да, то есть вы не в общем там, вы вводите в тему конкретного своего вот этого урока. То есть это тоже мы не оставляем без внимания, тоже над этой темой работы, тоже этим как бы обязательно занимаемся. Следующий момент – организация различных видов работы на уроках китайского языка. Это разделы «Обсудим» и «Учимся вместе». Вот эти организации разных видов работы, она чаще всего заключена вот в этих разделах. Посмотрите, здесь, да, как мы уже говорили, личностно-ориентированное обучение, оно подразумевает возможность ученика проявить себя, да, проявить себя в, скажем так, в понятной, в подходящей для себя сфере. Поэтому разные виды работы – это парная, индивидуальная, групповая – будут здесь помогать учителю, помогать ученику. Разделы «Обсудим» и «Учимся вместе». Это те разделы, которые вообще с ними работать можно на самом деле очень по-разному. Допустим, можно их где-то в этих разделах находить проектно-исследовательскую деятельность, да, то есть мы видим иногда там задания именно на проведение исследований. Иногда это совместная какая-то работа. Ну, сейчас будем более детально смотреть. Посмотрите, допустим, да, нам предлагают ознакомиться с результатами опроса китайских подростков об их занятиях в выходные, да, и проведи в паре с партнером дискуссию на основе представленной информации. Нам дают возможность, точнее, не нам, а учащимся подискутировать в паре. Да, здесь уже в задании указано, что это нужно сделать в паре. Дают возможность ученику проявить себя. Посмотрите, в этом задании у нас отсылка не только, да, к какой-то аналитике, но и тема, сама тема задания очень перекликается с интересами учащихся об их занятиях в выходные, да. В выходные все ученики любят. Всем хочется быстрее, чтобы закончилась учебная неделя, настали выходные. Соответственно, здесь даже, да, может быть, самый там ученик, которому не совсем интересно на уроках китайского языка, что-то он может высказать, потому что это касается его личных интересов, да, учащихся. Здесь мы говорим, опять же, про наполнение, про содержание УМК, о том, что как раз у нас в соответствии с возрастом учащихся появляется именно тематика заданий, которые для них интересны, которые будут для них актуальны, которые они будут с радостью, без какого-либо принуждения обсуждать. Тематика, конечно, очень сильно разнится там от 5 к 11 классу, но это очень эффективно и это очень правильно, как мне кажется. Да, посмотрите, дальше вопросы. Какая информация в этой диаграмме тебя удивила и почему удивление? Мы говорим опять об отсылке к эмоциональному состоянию, к эмоциональной составляющей каждого учащегося, да, то есть мы проводим беседу, беседу проводят, точнее, в паре ученики, да, потом, может быть, как-то эту презентуют, да, их работу. Эмоциональные составляющие, то есть составляющие. Через такие задания мы лучше понимаем наших учащихся, мы понимаем, что вот этого ученика, вот это интересует, другого интересует что-то другое. Задания, как вы видите, да, они уже включены в ОНК, и вы можете их активно использовать. Что ты думаешь о том, как подростки в Китае проводят выходные? И отличаются ли их выходные отношения? Что ты думаешь? Мы даем возможность ученикам высказать свое мнение и высказать его на китайском языке. То есть здесь не только личностно-ориентированный подход, но и практика-ориентированный. Мы не просто выполняем какие-то задания, не просто там переписываем что-то, переводим, а мы даем возможность поговорить на китайском языке, использовать его, да, как средство общения. Конечно же, допустим, если вы находитесь в состоянии, там, перехода, к примеру, с одного ОНК на другой, и, допустим, ранее вы не выполняли такие упражнения, может возникнуть некоторая ситуация сопротивления, да, может быть, нужно как-то учеников будет дополнительно простимулировать, но, как показывает практика, дальше ученикам эти задания становятся все более и более интересными, потому что они понимают, что они уже могут на практике применить свои знания, применить, показать себя, свое эмоциональное состояние. И в конце, да, подведите итоги своей дискуссии в виде сообщения класса на китайском языке продолжительностью 1-2 минуты. То есть мы не только в группе, в паре обсудили, но и презентуем это классу. Посмотрите, то есть в паре, возможно, кто-то, если мы говорим про личностно-ориентированное обучение, кто-то, возможно, возьмет на себя более активную роль при презентации, да, и мы поймем, что у этого человека, может быть, у этого ученика больше лидерских качеств. Здесь у нас такие задания подобного типа дают нам возможность посмотреть на учеников, понять, что им интересно, как они себя могут проявлять. И дальше, да, следующее у нас. Возьмите интервью у одноклассника, используя следующие вопросы. Интервью у одноклассника, опять же, это отсылка всегда к нам, к нам самим, когда проявляют интерес к своей личности, я думаю, каждому человеку понятно, что это всегда очень приятно и очень, скажем так, стимулирует к разговору. Поэтому вот такие задания не могут разговорить, в принципе, даже самого молчаливого ученика, потому что говорить нужно о себе. Всегда, да, интереснее поговорить о себе, нежели там о каких-то абстрактных понятиях, не знаю, китайской культуры, к примеру, да. Дальше. Мир деликатесов, учимся вместе. Нужно исследовать и узнать, что предпочитают кушать на завтрак, обед и ужин люди в определенных регионах и странах. Для сбора информации ребята спрашивают друг друга, а также могут консультироваться с учителем и использовать ресурсы сети интернета. Опять же, как мы говорили, да, использование технологий, ученики не только самостоятельно ищут информацию, но и потом ее, как ниже, да, у нас есть задание, и потом ее перерабатывают, призывают, с ней работают. То есть задания очень интересные, задания, но опять же, они требуют от учителя очень большой включенности во время этого процесса, особенно на начальном этапе, потому что это все нужно контролировать, чтобы он не выходил за рамки, да, это общение, но результаты, результаты замечательные у таких, после выполнения вот таких важных заданий. Дальше. Дифференцированный, да, вот с этим мы разобрались, дифференцированный подход в обучении. Дифференцированный подход, это тоже один из важных пунктов в личностно-ориентированном обучении. Когда мы даем возможность ученику, исходя из его способностей, где-то доработать до базы, а где-то, наоборот, уйти вперед, да, потому что группы у нас могут быть неоднородные, группы, может быть, хотя, конечно же, в идеале, да, у нас примерно одинаковые уровни ученики, но бывает на самом деле по-разному. Поэтому вот это, посмотрите, дифференцированный подход, он дает возможность нам кого-то нагрузить дополнительно, даже заданием, а кого-то, наоборот, дать ему, может быть, где-то послабление. Дополнительная лексика. В каждом разделе есть вот этот блок дополнительной лексики, которую учитель может использовать по своему усмотрению. То есть вообще изначально указано, да, количество необходимых лексических единиц, которые должны усвоить учащиеся, и есть еще дополнительные лексические единицы. Так вот, если у вас есть кто-то в классе, кто более активен, кто, допустим, лучше, да, занимается, кто идет вперед, дайте им возможность вот эту лексику, может быть, изучить, дайте им какое-то задание с этой лексикой. То есть дополнительно это, таким образом, таким заданием, да, вы как раз вот реализуете этот личностно-ориентированный подход, когда вы увидите и предложите ребенку проработать в актуальной для него теме. Также дифференцированный подход у нас выражен не только в этих дополнительных материалах, да, лексических, но и далее с увеличением уровня, да, вот, допустим, попадаются такие, появляются, прошу прощения, такие задания, допустим, читаем дополнительно ниже, да, я думаю, вам, надеюсь, видно. Опять же, читаем дополнительно. Дополнительное задание это то, что вы можете предложить или не предложить учащемуся. Если вы видите, что учащийся стремится, если вы видите его уровень, который выше там группы, да, или вы видите, что он действительно может, у него есть интерес, дайте ему возможность почитать этот текст. Вы можете пойти дальше и, как любой, да, учитель, который обладает своими какими-то уже, да, методами, методиками, можете еще какое-то дать ему задание по этому тексту, да, то есть необязательно, мне всегда кажется, это замечательно, когда учитель отходит несколько даже и от учебника, да, от учебного пособия и какие-то свои, да, правильные проверенные методики используют, пойти дальше и дополнительно его простимулировать, дать ему вот эту возможность себя реализовать. Таким образом, вы, опять же, личностно ориентированный подход полностью реализуете. Следующий момент это проектно-исследовательская деятельность, как я уже сказала, на уроках китайского языка, поскольку мы говорим сегодня о китайском языке, обязательный элемент современного урока китайского языка. Уже без проектно-исследовательской деятельности мы не можем работать, мы обязательно должны ее реализовывать. Посмотрите, проектно-исследовательская деятельность нацелена на что? Во-первых, это успешное творческое развитие Поэтому если мы говорим про стандарты работы на уроке, про личностно-ориентированный подход, то, конечно же, проектная исследовательская деятельность должна быть реализована на урок. Повышение уровня мотивации, потому что когда мы проводим исследование, мы несколько изменяем ход урока, мы несколько, ну, то есть вообще проектная исследовательская деятельность, она отличается от того, что происходит, допустим, каждый день на занятии, да, и у учеников появляется дополнительная мотивация что-то делать, изучать, это всегда интересно, интересно немножко отойти от обыденного. Соответственно, повышается эффективность и качество учебного процесса, проектная исследовательская деятельность обучает мыслить самостоятельно и решать проблемы, и применяя знания. То есть те знания, которые у них накапливаются, они могут их сразу же применить на практике, это, опять же, дополнительный интерес, это, опять же, вызывает повышение мотивации у учащихся, и проектная исследовательская деятельность тоже направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода. Поскольку проект или исследование, это как раз-таки, особенно если это индивидуальный проект, это как раз-таки отражение личности учащегося, его способности, его склонности, его интересов. Поскольку, допустим, если мы говорим, да, ну, то есть вообще проектная исследовательская деятельность это такая большая, достаточно объемная тема, но если мы говорим про любое исследование, это и выбор темы, поскольку тему мы выбираем, опираясь все-таки на интересы ученика, да, это и способы реализации проекта. Это и способы проведения исследования. Это все отсылает нас к самому учащемуся. Поэтому проектная исследовательская деятельность обязательно должна реализовываться на уроках. Она и развивает критическое мышление, и развивает естественно предметные, и метапредметные, и личностные навыки. Здесь почему-то я не указала. Личностные навыки, естественно, тоже она развивает. Давайте посмотрим, как проектная исследовательская деятельность реализуется в УМК «Время учить китайский». Посмотрите, первое задание. Представь, что твой партнер школьник из Шанхая, который хочет посетить школу, в которой ты учишься. Расскажи ему, какие кружки и секции у тебя есть в твоей школе. Сначала мы работаем с какой-то информацией, а потом ниже. Проведи свое исследование среди учащихся твоей школы с целью определить их активность во внеклассной деятельности. Проведи исследование. То есть учащемуся ему нужно пойти и провести исследование среди других учащихся. Здесь вы можете, опять же, если мы говорим про личностное ориентирование, вы можете несколько, может быть, изменить задание, может быть, изменить подход. Возможно, если ученику совершенно некомфортно пойти проводить исследование между школьников, возможно, вы предложите ему использовать сеть интернет. Такое тоже возможно. Здесь вы, опять же, проявите вот этот личностно ориентированный подход, проявите вот этот интерес и, скажем так, озабоченность личностью ученика. Дальше. Какие еще могут быть задания, которые направлены, где вы можете найти вот эту проектно-седерскую деятельность? Учимся вместе. Опять же, раздел, который я уже до этого тоже называла. В группах по 3-4 человека подготовьте информативные, яркие презентации на китайском языке о традициях, современном значении, интересных праздников России и Китая. Опять же, да, это и групповая работа. Смотрите, если кому-то удобнее, можно сделать работу парную. Кто-то наверняка скажет, что он хочет сделать работу индивидуально. Вот в случае личностно ориентированного обучения, конечно же, учителю стоит проявить некоторую мягкость и дать возможность ученику выбрать самостоятельно. Вот здесь есть возможность выбора. То есть задание, оно направлено на активизацию каких-то навыков, на проработку. Но вы можете также его дорабатывать. И в принципе, оно как бы и... оно подразумевает... Вот эти задания, они подразумевают некоторую свободу в выборе у учителя. Следующий этап рефлексия. Совместное подведение итогов. В ОМК, также в конце каждого раздела, есть такой раздел, да, подведем итоги. Здесь подводятся итоги. Мы говорим больше о том, что мы выучили, что мы успели разобрать в течение вот этого раздела. В течение вот этого урока. Грамматические аспекты. Во-первых, да, естественно, рефлексия. У учеников возрастает вообще способность планировать свою деятельность. Кто-то посмотрит, скажет, да, я все это знаю. А кто-то посмотрит, скажет, что нет, я ничего не выучил из этого урока. Да, и сам поймет, как бы, то есть лишний раз себя простимулирует, возможно, да, может быть, нет. Конечно, но тем не менее, человек, ученик наш научится вот этому самоанализу. Даже если он об этом не скажет, он все равно поймет, что вот это он ничего, может быть, и не знает, и ничего он не выучил. Но рефлексия, как я сказала здесь, в рамках личностно-ориентированного подхода, также предполагает и эмоциональную рефлексию. Рефлексия, когда мы отсылаемся, делаем отсылку к эмоциональному состоянию наших учащихся. Поэтому рефлексию, посмотрите, здесь она указана, да, как подведение итогов в конце раздела. Но рефлексию, вообще-то, желательно проводить на каждом уроке. Вы можете проводить ее как и аспектно, да, то есть говорить о каких-то навыках, о том вообще, что изучили в течение данного урока, и делать отсылку к эмоциональному состоянию. Что понравилось учащимся, что не понравилось, да, что было самое сложное, что было самое легкое. Желательно, да, опять же, привлекать всегда к данной беседе сложных, может быть, каких-то учеников, которые тяжело идут, может быть, на контакт, да, которые в какой-то степени, вы видите, какие-то, может быть, неуверенно себя чувствуют в... неуверенно себя чувствуют, может быть, в классе, да, то есть дать возможность тоже себя как-то проявить, потому что это достаточно легко, но одновременно с этим и может быть проблемой для учащихся. Но это важно, это вот этот контакт учитель-ученик, это очень важный момент. Вы налаживаете контакт, вам потом проще будет, опять же, вот этот личностно ориентированный подход реализовывать, когда вы уже лучше понимаете своих учеников, их пристрастия, их интересы. То есть рефлексия не только та, которая у нас в конце идет каждого дела, но и на каждом уроке, и рефлексия еще и эмоциональная. Таким образом, мы уже движемся с вами к завершению, то есть мне сегодня удалось показать некоторые, да, вообще в целом, если мы смотрим на содержание УНК, то мы можем заметить, я думаю, вы сегодня заметили, что оно всецело направлено на реализацию основных принципов и реализацию всех требований современных стандартов образовательных. Что, каким образом еще учебное пособие помогает педагогу? Во-первых, конечно же, помогает достигать метапредметных результатов через формирование универсальных учебных действий и межпредметных понятий. То есть мы говорим о том, что нам необходимо получать метапредметные результаты, личностные результаты. Так вот, содержание учебного пособия нам в этом помогает. Нам не нужно ничего додумывать, не нужно ничего, может быть, да, где-то там добавлять от себя. Просто работая с содержанием учебника, выбирая эффективные методы, применяя, да, там, свои знания, применяя, может быть, свой творческий подход и такую осознанность, мы можем достичь всех необходимых для нас результатов. Далее, это, конечно же, развитие интеллектуальной и творческой деятельности. Как я уже сказала, творческая деятельность – очень важный аспект, очень важный момент. Все содержание учебного, учебно-методического комплекса, как вы видели, оно как раз-таки настроено вот на развитие и творческой, и интеллектуальной деятельности одновременно. Нам, с нашей стороны, важно этот момент не забывать и прорабатывать все, что есть. Все, что есть в содержании учебника, все вот эти методические аспекты, все подходы реализовывать. Повышение мотивации, конечно же, да, когда ученик видит интересные способы работы на уроке, когда он видит различные, да, какие-то подходы у него, вырастает мотивация. Когда он видит, что на уроке есть постоянное обращение к его личным особенностям, к нему как к личности, конечно же, это не может не повышать мотивацию учащихся. Развитие чувства патриотизма, как мы уже видели, да, с вами, это возможность изучить не только страну изучаемого языка, но и приобрести какие-то знания о своем государстве, о России, естественно, повышается, всегда в этом случае повышается уровень патриотизма, уровень интереса к своей культуре. Воспитание толерантного отношения к иной культуре. Тоже очень важный навык в современном мире, да, в нашем быстро развивающемся, да, когда мы спокойно коммуницируем вообще с различными представителями различных культур, да, когда рабочие места могут быть удаленные, мы можем работать с любой точкой мира. Это очень важно. Развитие толерантного отношения, да, возможности, вот, как бы, это показывает личность как развитую, гармоничную, да, которая двигается в правильном направлении. Развитие также навыков смыслового чтения. Все вот эти самые важные аспекты, которые должны реализоваться, они все содержатся, содержание учебного пособия, все их включает. Дальше. Развитие критического мышления, навыка самостоятельной учебной деятельности. Мы увидели это, да, на всех примерах. Развитие способности аргументированно высказать свою точку зрения. Огромное количество заданий, когда нам нужно высказать, нам нужно что-то объяснить, да, себя как-то правильно аргументировать. Опять же, это лично развивает каждого учащегося. Развитие научного мышления и навыков исследовательской деятельности. Организация групповой деятельности обучающихся и их коммуникация в процессе совместной работы. Тоже очень важный навык, который, как я уже говорила ранее, будет применим не только в образовательном процессе, но и в дальнейшей жизнедеятельности каждого индивида. И применение полученных знаний в практической деятельности. Тоже, думаю, сегодня мы посмотрели о том, как их сразу же на практике возможно применять. Для поиска информации, для обсуждения, для того, чтобы все-таки язык у нас стал средством, да, а не целью. Таким образом, сегодняшний наш вебинар подошел к концу. Конечно же, я бы хотела пожелать каждому из учителей, каждому педагогу успешной реализации всех основных принципов и личностно ориентированного обучения. И требования основных, да, там, федерального государственного образовательного стандарта. Конечно же, я понимаю, что ситуации, как и любой учитель-практик поймет, ситуация может быть разной и не всегда, может быть, есть возможность временная какая-то. Но все-таки при использовании эффективных методов, эффективных средств, да, как в случае учебного пособия УМК, у нас есть возможность заметно улучшить результаты своей деятельности и сделать процесс преподавания более качественным, более эффективным. Большое спасибо за внимание. Сейчас у нас есть немножко, время не осталось совсем. Если есть какие-то вопросы, давайте тогда мы быстро их, я на них отвечу. Потому что сегодня разобрали очень важную тему. Если есть вопросы, то жду их в чате. Еще раз спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что сегодняшнее наше мероприятие было полезным. И что-то вы сможете применить на практике уже на ближайших уроках китайского языка. Возможно, что-то было новое по работе с УМК. Возможно, новая какая-то информация, да. Также пока жду вопросы. Хотела бы сказать о том, что регулярно проводятся подобные мероприятия, регулярно проводятся вебинары, на которых учителя могут поприсутствовать, послушать новую информацию, поделиться опытом, да, перенять какой-то опыт. Вебинары часто ведет сам автор учебно-методического комплекса Александр Александрович Сизова. Поэтому тоже следите за новостями. Приходите, и будем обмениваться информацией, будем обмениваться вот новыми знаниями. Потому что для учителя тоже очень важно быть всегда на волне, скажем так, и постоянно тоже самообразовываться. Ну, я так понимаю, что вопросов нет, потому что вопросы я уже написала, попросила вас задать вопрос, но вопросы почему-то не приходят. Пока, скорее всего, все понятно. Поэтому, если вопросов нет, то, наверное, сегодня мы уже заканчиваем. Как я уже сказала, следите за дальнейшими, за дальнейшей информацией.